В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ход ремонтных работ Видновской детской поликлиники проинспектировал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Все планы, сроки, они должны быть выполнены. Но будем приезжать, смотреть. Предприятие, расположенное в Ленинском городском округе, участвует в поставке кормов для зоопарков Донецкой и Луганской народных республик. Очень радостно, что в этот раз акция становится более грандиозной. Во Дворце культуры прошел 23-й фестиваль «Песни, рожденные сердцем». Видновская детская поликлиника включена в проект Министерства здравоохранения Московской области «Поликлиника Перезагрузка». Программа направлена на обновление и создание более комфортных условий для пациентов и персонала. Ход ремонтных работ в медицинском учреждении проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Ремонт Видновской детской поликлиники стартовал в середине января. Несмотря на проведение работ, врачи продолжают принимать пациентов и оказывать услуги в полном объеме. Это было бывшее здание детского сада. Его достроили. И вот 20 лет практически поликлиника у нас была без ремонта. В 2018 году был небольшой косметический ремонт. Он был небольшим. И вот такой капитальный ремонт происходит только вот сейчас. В рамках проекта «Крепкая семья. Капитальный ремонт», который сейчас проводится на первом этаже здания, проинспектировал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Сейчас первый этаж, он уже как бы близок даже к скворческой завершению. Потому что два месяца примерно занимает, два-три месяца – это ремонт одного этажа. Полностью капитальный ремонт, материалы на месте, люди работают достаточно много на рабочих местах. Видно, что все планы, сроки, они должны быть выполнены. Но будем приезжать, смотреть. После ремонта медучреждение будет оснащено современным оборудованием и мебелью. Полностью изменится формат приема пациентов. У нас будут разделены потоки для здоровых и для больных детей. Отдельно мы планируем вход и проводим небольшую перестройку для отделения, для кабинетов неотложной медицинской помощи. Отдельно у нас будет вход для детей первого года жизни и проведение профилактических осмотров. Отдельно планируем сделать диагностическое отделение. Также будут сформированы сестринские посты. Откроется кабинет выписки льготных препаратов. Заработают телемедицинские консультации, которые помогут разгрузить очный прием врачей. Планируется открытие после ремонта на первом этаже детского травматологического пункта. Он будет работать с 8 утра до 20 часов вечера. И здесь будет вести прием только детей. Ленинского, нашего округа. Рядом находятся кабинеты КТ, рентген, МРТ. Поэтому будет очень достойно и комфортно. Будет кабинет первичного приема и кабинет повторного приема. Владимир Жук подчеркнул, что всю работу, что проводится сейчас в Видновской детской поликлинике, он будет держать на личном контроле. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня в Ленинском городском округе отгрузили очередную партию гуманитарной помощи. Коробки с необходимыми товарами для бойцов специальной военной операции отправили в единый пункт сбора. О том, кто и какую поддержку оказывает, расскажет Юлия Погасьян. В первые дни специальной военной операции в Видном был создан пункт сбора гуманитарной помощи. Сейчас он располагается в кинотеатре «Искра», сотрудники которого всячески помогают волонтерам в их благородном труде. Около двух раз в месяц отсюда увозят десятки коробок с необходимыми товарами для бойцов СВО. Люди у нас в округе очень хорошие, люди откликаются. Последний раз мы собрали помощь и у нас деревня Спаская. Собрали деньги, закупили, привезли и передали и сладости ребятам к празднику, и медикаменты. Люди несут все, что мы обычно запрашиваем, и им большой поклон. В первую очередь, конечно, продукты, которые долгого срока хранения, тушенки всевозможные в банках, очень просим не приносить в стекле. Сейчас наблюдается большая потребность в теплой одежде и термобелье. Из Ленинского городского округа товары отправляются в единый центр сбора гуманитарной помощи. Он находится в Балашихе. Оттуда на передовую. И очень хочется сказать большое спасибо нашим ребятам. У нас прекрасная молодежь, у нас прекрасные дети. К нам откликнулось управление образования. Ребята из школ, из нашего Ленинского округа, с наших учреждений «Энергия и мечта». Мы написали, сейчас отправляем на фронт, сегодня отвозим более тысячи писем, открыток и плакатов. Дети вложили всю свою душу туда, и мы очень надеемся, что ребята на фронте почувствуют тепло, которое мы хотим им передать. И поймут, что они не одни, у них крепкий тыл. С днем защитника Отечества! С отважным, мужественным днем! Вы честь и слава государству! Храните вы наш отчий дом! Крепки, смелы и справедливы, душой добры и молчаливы. Вы гордость наша, наша ценность, мужская сила, воля, смелость. Пусть будете всегда здоровы, крепки, надежны, как основа. Спасибо вам за вашу стойкость, за мир, защиту, вашу зоркость. Такое стихотворение для бойцов СВО подготовили ученики младших классов Видновской второй школы. В виде поздравительной открытки его и десятки других писем, также накануне Дня защитника Отечества отправятся в зону проведения специальной военной операции. Мы очень ждем наших солдат, наших ребят с победой, желаем им здоровья и скорейшего возвращения. А родительский актив школы собрал для солдат десятки коробок с гуманитарной помощью. Мы понимаем важность, мы гордимся их честью, отвагой, понимаем, насколько это важно защищать нашу страну. Это большая честь и в данное время мирное небо над нашей головой, это все по силам нашим солдатам. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт в кинотеатре «Искра» работает каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов вечера. Все для фронта, все для победы. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Акция в поддержку зоопарков, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках, будет проводиться на регулярной основе. Поставку кормов для животных организуют Московский зоопарк, предприятие «Биотех ЗОО» из Ленинского городского округа и местное отделение «Молодой гвардии». Подробности в нашем следующем сюжете. Травяные гранулы, шелуха овса, отруби пшеничные, кукуруза натуральная, яблочные выжимки, жмых льна, соевый протеин, фитокомпозиция, ламинария. Словом, полностью натуральный состав, никакой химии. Речь о корме для альпак, лам и верблюдов, который производит предприятие «Биотех ЗОО», работающее на территории Ленинского городского округа. Проект включает в себя три направления производства питания для лошадей, зоопарковых животных и мелких грызунов. Для зоопарка производится корма для пастбищных животных, для листоядных животных, для альпак, лам, верблюдов, корма для страусов, корма для фламинго, корм для панды, красная панда. Производство возникло на базе Института лекарственных трав в 2003 году. Начинались кормы для лошадей, постепенно расширяя ассортимент. Состав каждого корма разработан специалистами с учетом индивидуальных особенностей и потребностей конкретного животного. Все сырье производится в России. За последние пять лет проект вырос более чем в три раза. Закупилось новое оборудование. Мы участвуем в программе импортозамещения. Работаем совместно с московским зоопарком, зоопарком Казани. Можно сказать, что будем кормить всю Россию. В апреле 2022 года компания впервые приняла участие в благотворительной акции в поддержку зоопарков, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Инициатором выступил Московский зоопарк. Поддержали доброе дело Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприниматели и общественные организации Ленинского городского округа. В этом году такую помощь решено оказывать на постоянной основе. Мы будем помогать зоопаркам, которые попали в трудную ситуацию. И вот как раз-таки коллекции уникальные. Им нужно помочь вот этими кормами специализированными. В прошлый раз мы отправили несколько палетов с кормами, а это более полутонны. Очень радостно, что в этот раз акция становится более грандиозной, и компания выходит на новый уровень и будет делать постоянные поставки, оказывать постоянную помощь, потому что сейчас это нужно как никогда. Ну а предприятие продолжает развиваться. Летом прошлого года компания получила субсидию на развитие от Московской области и большой участок в аренду за символический 1 рубль в Домодедове, где уже начало строительство большого производственного комплекса. Это позволит уже в скором времени полностью заменить в рационе зоопарковых животных импортные корма. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во Дворце культуры прошел 23-й фестиваль песни «Рожденные сердцем». Десятки коллективов и сольных артистов исполнили патриотические песни военных лет и современные советских и зарубежных композиторов. Наша съемочная группа побывала на галоконцерте. 23-й фестиваль песни «Рожденные сердцем» прошел во Дворце культуры. Он давно уже стал важной частью жизни округа. За время его существования в нем приняли участие более 5000 человек. Появилось немало традиций. С приветственным словом гостям обратилась заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. 23-й год проводится фестиваль патриотической песни. Это одна из главных традиций нашего Ленинского городского округа – воспитание патриотизма. От сердца к сердцу передается культурный код нашей Родины через творчество, через патриотические песни. Первоначально поступило более 70 заявок, но на галоконцерте выступили лучшие из лучших – 7 коллективов и 27 сольных исполнителей. Со сцены прозвучали патриотические песни, написанные жителями Ленинского округа, музыкальные произведения военных лет советских, современных, зарубежных композиторов. Там дерь мой погибал от множества ранений, его накрыл крылом, не дал врагам добить. Один из самых трогательных номеров – песня «Я ангел» в исполнении 8-летнего Алексея Куликова. Юный артист уже не в первый раз на этом фестивале. Для меня большая честь петь такую песню. Она о Родине и очень грустная. А 9-летняя Виктория Андриенко порадовала зрителей легендарной Катюшей. Девочка уже несколько лет занимается вокальной студией «Жаворонок» в Центре детского творчества «Импульс» и мечтает стать певицей. Очень горжусь. Мы второй год выступаем на этой сцене, на этом фестивале «Песни рожденные сердца». Вика сама проявила желание именно эту песню, потому что, как она говорит, это моя душа, это мое сердце. Вот я чувствую эту песню, я ее пою. У меня горела душа от счастья, когда я пела эту песню. По традиции лучшие исполнители фестиваля будут приглашены в большие концертные программы Ленинского округа. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова